МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше не скруть от сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с автомобилей нарушителей ПДД. Указ президент России. Сдвинули с мертвой точки. В Наринмаре возобновят строительство Арктического собора. Официальный проект уже утвержден. Хоть пешком, хоть на велосипеде сотрудники музея презентовали новый маршрут Большая пустозерская тропа. События превращали к дню первого города за полярным кругом. И артисты возвращаются. Дворец культуры Арктика готовится к открытию нового творческого сезона. Что приготовили организаторы? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями вторника. В студиях Атанзийские новости начинаются. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Наринмаре совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа. Участие в совещании приняли полпредпрезиденты России в СЗФО, главы регионов, представители федеральных, министерств и ведомств. В ходе совещания обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов, а также дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами потребления. По словам Николая Патрушева, в 2017 году в СЗФО было зафиксировано более полутора тысяч нарушений природоохранного законодательства. Только по нарушениям в сфере обращения с отходами было выдано штрафов примерно на 15 миллионов рублей. Негативная обстановка в сфере соблюдения требований экологического законодательства при обращении с отходами производства и потребления связана с длительным игнорированием проблемы на уровне руководства регионов округа. Отсутствие четких планов действий и недостаточной эффективной работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Что касается первоочередных мер, то секретарь Совбеза потребовала в частности обеспечить неотвратимость наказания за экологические правонарушения, а также полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. В этих целях необходимо повысить эффективность государственного экологического надзора. В ходе оперативно-рыскных и профилактических мероприятий уделять особое внимание выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами, а также нецелевого использования денежных средств, выделяемых на природоохранные мероприятия. От глав регионов секретарь Совбеза потребовал также дополнительно поработать вопросы строительства мощности по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания мусора. Кроме того, он предложил шире вовлекать общественность в выявление несанкционированных свалок. К другим темам. В конце сентября новому составу оригинального парламента предстоит выбрать председателя. Тайное голосование состоится на ближайшей сессии. Согласно регламенту, на первую сессию депутаты собираются председателем собрания предыдущего созыва, причем не позднее, чем в течение 30 дней с момента голосования. Открыть первое заседание предстоит старейшему по возрасту народному избраннику. Кроме нового главы парламента, депутатам предстоит выбрать и первого заместителя. Кандидатуры на должность председателя выдвигаются парламентариями, а также путем самовыдвижения. Каждый из претендентов должен представить программу предстоящей деятельности. Добавлю, чтобы занять кресло председателя, необходимо заручиться поддержкой более половины от числа депутатов. Как пишет НАУ-24, датой проведения первой сессии регионального парламента 28-го созыва может стать 27 сентября. В избиркоме Ненецкого округа тем временем озвучили полный список собрания депутатов нового созыва. На днях в адрес членов комиссии поступили заявления от Александра Цибульского, возглавлявшего список партии «Единая Россия», Владимира Жириновского, неизменного номер один в региональных списках ЛДПР и Максима Сурайкина. Он числился первым в предвыборном списке партии «Коммунистическая партия «Коммунист России». Окр Избирковым на своем заседании удовлетворил все три поданных заявления в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа избранных во время выборов кандидатов вакантные мандаты передаются следующим по спискам кандидатам. Ими стали, соответственно, Александр Лутовинов «Единая Россия», Николай Запалов «ЛДПР» и Николай Миловский «Коммунист России». Остальные парламентарии ранее уведомили избирательную комиссию о готовности к получению депутатских мандатов. Это представители «Единой России» Максим Арбузов, Наталья Кордакова и Леонтий Чупров, депутат от КПРФ Ольга Карпова и Михаил Райан, представитель ЛДПР Андрей Смущенков, член партии «Родина» Андрей Ружников и депутат от «Справедливой России» Наталья Лысакова. В установленный выборным законодательством срок официально выразили свое согласие на замещение депутатских мандатов и все депутаты, избиравшиеся по одномандатным округам. Это Анна Булатова, Рима Галушин, Александр Калыбин, Анатолий Курленко, Валерия Стопчук, Татьяна Федорова, Матвей Чупров и Александр Чурсанов. И в продолжение темы. Досрочные выборы главы телевизорчного сельсовета запланированы на 9 декабря. Напомню, это связано с избранием Александра Чурсанова депутатом собрания Ненецкого округа. Полномочия действующего руководителя муниципального образования, народные избранники совета депутатов досрочно прекратили еще в минувшую пятницу. С сегодняшнего дня специальная комиссия начала прием документов от потенциальных претендентов на должность главы телевизорчного сельсовета. Напомню, 9 сентября руководитель муниципалитета Александр Чурсанов был избран депутатом регионального парламента 28-го созыва по одномандатному избирательному округу. Номер один – это западный. Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин автонарушителей. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Напомню, ранее представители госавтоинспекции имели право снять регистрационный номер в случае технической неисправности автомобиля, отсутствия полиса ОСАГО и даже из-за тонировки стекол. Теперь сотрудники полиции могут только запретить эксплуатацию транспортного средства до устранения выявленных нарушений. Арктическому собору быть в столице региона возобновят строительство новой церкви. Об этом рассказал нашему корреспонденту глава Нарейнмарской мезенской епархии Владыка Иаков. Проект, разработанный московским дизайнером, главой архитектурного проектного бюро Алексеем Лебедевым, получил одобрение патриарха московского и вся Руси Кирилла. Во время визита в заполярную столицу Святейший благословил возведение православного духовного центра в Нарейнмаре. Святейший патриарх, ознакомившись с проектом строительства Арктического собора России, потому что город наш является исторически преемником миссии высокой и важной Пустозерска, исторически ставшего со времен своего основания столицей русской Арктики. И вот Нарейнмар с Божьей помощью должен получить свой арктический собор, который станет собором русской Арктики. Другим новостям в Ненинском округе отметили день Пустозерска первого русского города за Полярным кругом. В минувшую субботу территорию музея заповедника посетили сразу несколько туристических групп. Там презентовали новый пешеходный экологический маршрут «Большая Пустозерская тропа». Его протяженность составляет 10 километров. В будущем здесь появятся различные информационные стенды, скамейки и даже биотуалеты. А также оборудуют специальные смотровые площадки для наблюдения за птицами. В заповеднике очень богатая орнитофауна, более 120 видов. Этот стенд рассказывает нам об объекте археологического наследия, который прямо перед нами. Это древнейшее поселение, городище и святилище 6-10-10-13 веков на реке Гмилки. Вот такая Гмилка перед нами. Это памятник, раскопанный частично. Памятник раннего средневековья, памятник, который характеризует культуру до-ненецкого населения, которое обитало здесь. Это угро-самодийское, скорее всего, население, которое умело строить вот такие крепости регулярной планировки с использованием рельефа, которое знало фортификацию и строительную культуру, которое умело строить полуземлянки, не случайно ненцы в своей традиции Си-Печеру, а именно так русские летописи знаменуют этот народ, называли Си-Хиртя от слова Си, дыра под землей, то есть уходят под землю, вот эти полуземлянки. Это место контактного проживания, это место контактов, это место, где осуществлялась жизнь. Сюда приходили русские, здесь лили свои вещи и жили местные племена до прихода ненцев, а потом и ассимилировавшись ненцами, продолжали жить, существовав, лишившись населения пустозерск. Мы сейчас поднимемся на городище и увидим еще два, один замечательный природный объект. Ну, я чуть обходу о нем скажу. Поднимаемся. Не устали? Нет. Мы с вами идем сейчас вот где-то здесь. Собственно говоря, сам Большой Бор мы затрагиваем с вами только маленький кусочек вот этого урочища. Само урочище тянется, посмотрите, от реки Гнилки и фактически до реки Большой Печоры. Вот это огромная территория Большого Бора. Ну, по площади вы можете посмотреть, что он вытянут на 20 километров с северо-востока, на юго-запад, от Гнилки до фактически деревни Пылемы. Ширина до 5 километров. То есть вот по этому повышению, по подзолистым почвам как раз идет эта самая наша растительность. Ну, на почвный покров я говорить не буду, вы все прекрасно видите. Просто, чтобы вы немножко понимали. Дальше наш маршрут пройдет сейчас. Мы будем заворачивать дороги на Пылемы, в которые мы сейчас идем по старинной, мы будем заворачивать на дорогу на Малый Брех. Но там пойдет совершенно другая история. Добавлю, проект по созданию пешеходного маршрута Большая Пустозерская тропа был реализован в том числе на деньги президентского гранта. В предстоящую субботу во Дворце культуры Арктика стартует новый творческий сезон. Так, 28 сентября состоится традиционный концерт и снова здравствуйте. О нововведениях в работе образовательного учреждения и других ближайших мероприятиях в интервью нашим коллегам рассказал директор Дворца культуры Александр Бурдыка. Александр Николаевич, у нас вот-вот уже начнется новый творческий сезон. Дворца культуры Арктика для всех творческих объединений, артистов и так далее. И как я понимаю, то есть это будет какое-то специальное мероприятие, специальный концерт как раз-таки в честь открытия. Ну, традиционно мы открываем творческий сезон. В этом году на сцену выйдут коллективы, вновь лучшие коллективы Денисского автономного округа, Дворца культуры Арктика. 22 сентября мы всех приглашаем на открытие очередного творческого сезона Дворца культуры, так как Дворец культуры является преемником Дома культуры, которому в этом году исполнилось бы 74 года. Поэтому мы открываем 74-й творческий сезон. Будем удивлять, будем радовать. В этом году мы запускаем еще одно направление. Это виток «Духовой оркестр», набор, который уже производится. Специалист, который у нас приехал, Сергей Сватковский, и этим занялся достаточно активно. Приглашенный специалист непосредственно. Приглашенный специалист, да, потому что своих духовиков у нас, к сожалению, те, которые могли бы заниматься этим направлением, не было. Вот в сентябре месяце он прибыл к нам на Ринмар и активно развивает это направление. Также у нас запланированы гастроли Московского театра юного зрителя имени Нонны Гришаевой, который будет проходить у нас 23-24 сентября. Сразу после открытия творческого сезона это два детских спектакля, которые можно также посетить будет. Представление будет интересное достаточно, я думаю, не только для детей, но и для взрослых. Ну, а также концерты звезд, российские эстрады, которые у нас будут проходить в течение всего года. А также мы будем удивлять своими мероприятиями, будем стараться делать качественные, хорошие продукты для того, чтобы наш зритель получал эстетическое удовольствие. Кроме, если, да, кружка с духовыми инструментами, вот какие-то еще, может быть, есть, да, новые, опять же, кружки? Вы знаете, нет, во дворце культуры открывается именно это направление. По линии этнокультурного центра, где находится большая часть сейчас творческих коллективов, детских творческих коллективов, по-прежнему работают все, которые осуществляют свою работу на театральные студии, хореографические студии, значит, в общем-то, вокальные. На сегодняшний день духовое направление – это единственное пока то, что мы открыли новую дисциплину. А как обстоят дела у нас с новым кинозалом непосредственно? По новому кинозалу у нас уже ведутся работы, то есть у нас готова проектная документация, она утверждена уже, проходит аукционная процедура и, в общем-то, реконструкция уже непосредственно сами работают, вот-вот начнутся, а мы планируем его к первым числам декабря уже запустить. Вот, оборудование, все необходимое оборудование для кинозала уже закуплено, оно выделено по линии фонда кино, поэтому оно находится уже здесь, ждем только ремонтных работ, именно по самому кинозалу, по строительству гребенки для этого зала. Кресла у нас уже тоже должны подойти сейчас в Петербург, они изготавливаются по специальному заказу, поэтому, в общем-то, все на завершающей стадии, поэтому, да, проектная работа заняла достаточно большой период времени, поэтому, скажем так, возможно, мы бы открылись раньше, но реконструкция есть реконструкция, без проекта никуда. В целом, какие вы ставите для себя задачи для Дворца культуры, для творческих коллективов на этот год? Ну, мы всегда пытаемся удивлять наших зрителей, поэтому ставим новый репертуар, берем, учим, пробуем на сцене, ну и, естественно, это и новые театрализованные представления, и концертные программы, как с лучшими мировыми хитами, так и с вновь изданными произведениями, поэтому я надеюсь, что мы постараемся держать марку ведущего учреждения культуры в округе. Спасибо большое за это, пожалуйста. И в завершении новости спорта. Минувшие выходные на лыжеройной трассе состоялся всероссийский забег Кросснации. В ежегодных соревнованиях приняли участие любители спорта всех возрастов. Единственное требование к допуску на старт – это наличие медицинской справки о том, как это было в материале наших коллег. Впереди у этих ребят километровая трасса – самая короткая дистанция на соревнованиях. Бегут в свое удовольствие, ведь практически все занимаются другим видом спорта. Занимаюсь лыжами и захотела бежать просто для своего здоровья. Я занимаюсь лыжами и я бегу 4 километра. А какой результат хочешь показать вообще в целом? Ну, попробуй занять первое место. Кроссу нации допускаются все желающие. В этом году в числе участников 140 человек. Среди них Александр Бебенин, который впервые вышел на дистанцию самого массового в России забега. Погода прекрасная, прохладно, бежится очень легко. Грунт, ну, достаточно хорошее покрытие, поэтому бегать одно удовольствие. Видимо, источником, ну, вообще хорошей физической формы является правильное питание. Поэтому я бы всех призвал стараться, да, стараться правильно питаться. И тогда все встанет в норму, и захочется спортом заниматься, и жизнь изменится. В Наринмаре Кросс нации проводится с 2007 года. И за более чем десятилетнюю историю для кого-то участие в соревнованиях стало традицией. Например, Эдуард Казан ведет здоровый образ жизни еще со школьной скамьи и старается никогда не пропускать любые спортивные мероприятия. Я раньше участвовал и тоже в Кроссе нации на разные дистанции. Ну, и сейчас, чтобы поддержать настроение, и вообще это праздник здоровья, так сказать, и хорошее настроение. Для меня пойдет. Конечно, надо еще потренироваться, чтобы лучше бегать. Только все. Как в целом, тяжелая, сложная дистанция? Не, не тяжелая, нормально. Все, как говорится, видно эти повороты, все эти указатели, не заблудишься. Ну, а самые подготовленные спортсмены выступают сразу в нескольких забегах. Например, Егору Евтысам у одной победы оказалось мало. Я так-то записался на 4 километра на результат, то есть уже занял первое место, сейчас побегу на 12, ну, для себя, для тренировочки, так, чтобы у нас все разработать. Всего во время соревнований состоялось 11 забегов. По словам организаторов, чтобы привлечь как можно больше участников, они стараются учесть интересы спортсменов в каждой возрастной группе. Мы обязательно включаем то, что прописано Министерством спорта. И мы добавочно включаем свои региональные дистанции, награждаем, потому что, ну, очень большой разрыв в возрастных группах. Мы хотя бы, чтобы нам учесть людей, которые не так часто бегают, так скажем, но они хотят участвовать. Поэтому мы ставим небольшие дистанции и награждаем. По итогам соревнований все призеры получили медали Министерства спорта России, а победители еще и чемпионские кубки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.